Папа твой крутой. На выпуск к дочери, да? Смех 8-летней Василисы Чудакова в последнее время единственная радость для всей семьи. После развода Сергея и Татьяны суд постановил, младшая дочь должна жить с матерью в Барнауле. Однако в 2021 году папа неожиданно забрал ее обратно в Тольменку, а после написал заявление в мировой суд на взыскание алиментов с бывшей супруги. Я ее забрала, поехала к приставам. То есть я предоставила, ну что у нее свидетельство о рождении, все, все документы. Я восстановила, как бы здесь делала. Вот. Она мне сказала, писать надо на отмену. Где-то в октябре приходит она госуслуги, ну как, типа смски там или как уведомление, что дело прекращено на меня по алиментам. Тем не менее, как только в 2023 году Татьяна вышла на работу, с карты начала списываться задолженность по алиментам. И образовалась странная ситуация. Получается, мама работает, у нее удерживают алименты в пользу папы. С ее заработной платы, несмотря на то, что ребенок проживает с ней. А у папы долг копится, потому что папа нигде не работает. И алименты, получается, он в пользу ребенка не платит, а ему алименты приходят. Чтобы приказ о взыскании алиментов все же отменили, Татьяна еще раз обратилась в Тальменский суд в начале года. 13 февраля иск об отмене судебного приказа о взыскании алиментов удовлетворили. Суд отправил бумаги только Татьяне. С ними она должна была обратиться к приставам. Однако письмо не дошло. В большинстве случаев, когда дело уже возбуждено, суды дублируют определение приставам. Или хотя бы уведомляют получателя по телефону. Особенно, если бумаги вернулись обратно, как в этом случае. Эта мера необязательная, однако могла бы сильно сэкономить время и сохранить нервы как работникам суда, так и Татьяне. Почему Тальменский районный суд не направил мне непосредственно приставам, я сказать не могу. Но документов от суда Татьяна никаких не получала. Мы никаких определений не видели. У судебных приставов их тоже нет. Поскольку она обращалась к судебным приставам, они сказали, что без судебных определений, решений, ничего они сделать не могут. Наша редакция обратилась в суд, где нам рассказали, что определение лежит у них. Благодаря вмешательству телеканала Татьяна сменила тактику и написала заявление о повторной выдаче письма. Вскоре документы оказались у приставов, которые уже успели снять обязанность по выплате алиментов. Сейчас семье делают перерасчет, поэтому вскоре часть денег вернется обратно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.